Роспотребнадзор В штате Ондо зарегистрирована вспышка нераспознанного заболевания, говорится в сообщении. В настоящее время инфицированы 23 человека, в том числе 18 случаев закончились летальным исходом, ответили в медомстве. Основные симптомы этой болезни – острая головная боль, потеря сознания, проблемы со зрением. По данным властей Нигерии, первые проведенные анализы пока не указывают на то, что новая болезнь имеет отношение к вирусу Эбола. Сообщили специалисты Роспотребнадзора. Роспотребнадзором направлен запрос во Всемирную организацию здравоохранения и дано поручение Государственному научному центру вирусологии и биотехнологии «Вектор Новосибирска» для конкретизации поступившей информации, говорится в сообщении ведомства. Суд Египта принял решение приговорить к смертной казни 11 участников беспорядка во время футбольного матча в Порт-Саиде в 2012 году, сообщает ЭФП. В феврале 2012 года 74 человека погибли, еще около тысячи получили ранения в результате столкновений болельщиков после матча между египетскими футбольными клубами «Аль-Масри» и «Аль-Ахли» в Порт-Саиде. В январе 2013 года египетский суд вынес смертный приговор 21 фигуранту дела. Еще 24 человека были приговорены к тюремному заключению, в том числе пятеро к пожизненному. В тот же период 22 человека погибли в столкновениях между демонстрантами и полицией, вызванных протестом по поводу смертного приговора в отношении 21 участника драки во время матча. После второй стычки суд отменил смертные приговоры. Прокуратура передала дела в отношении 62 подсудимых на повторное рассмотрение. По его итогам 11 человек приговорены к смертной казни. Не менее 700 человек утонули в результате кораблекрушения, которое произошло в ночь на воскресенье в 70 милях от побережья Ливии. По сообщению интернет-портала итальянской газеты «Република», выжили лишь 28 человек. Нелегалы на рыбацком судне пытались добраться до итальянского острова Лампедуза. По данным издания, речь идет о крушении, которое повлекло за собой максимальное количество жертв среди нелегалов. На месте происшествия работают корабли итальянских пограничников и военно-морских сил Италии. Иностранным инспекторам будет отказано в посещении иранских военных объектов в случае заключения соглашения по иранской ядерной программе. Разрешение на проведение иностранных инспекций на иранских военных объектах было бы равносильно предательству, сообщил в воскресенье в эфире иранского телевидения высокопоставленный представитель корпуса стражей исламской революции Хосейн Салами. Ранее Газдеп США сообщал, что по условиям рамочного соглашения инспекторы МАГАТЭ могут обратиться к Ирану с просьбой о доступе на любые подозрительные объекты. В пригороде Буйнакска Гирей-Овлаг силовики ликвидировали троих бандитов. Среди уничтоженных участников банд подполья может быть главарь бандформирования и Марат Кавказ Кибеков, передает Интерфакс. На месте боя найдены тела троих боевиков. Возможно, еще несколько бандитов все еще живы. Активная фаза спецоперации приостановлена до утра. Бандиты прятались в оборудованном поддомом бункере. Оттуда они вели шквальный огонь по силовикам. Однако раненых и убитых среди правоохранителей нет. Ранее сообщалось, что в ходе боя обрушились крыша и стены дома. Подозреваемые укрываются в бункере, оборудованном поддомом, рассказали в правоохранительных органах Дагестана. Накануне утром в Буйнакском районе Дагестана был введен режим контртеррористической операции. Позже в поселке Гирей-Авлаг силовики заблокировали домовладение, в котором укрылись боевики. Вечером началась активная фаза спецоперации. Боевики после переговоров отпустили из здания детей. Казахстанским новостям. В регионах Казахстана продолжаются работы по предупреждению паводков и ликвидации их последствий. За прошедшие сутки проведена эвакуация 545 человек. Отогдано в безопасные места 111 голов домашнего скота. Перекачано 39 тысяч кубометров талой воды. Возведено 6030 метров временных дамб. Сообщается в распространенной в воскресенье информации комитета по ЧСМВД Республики. В шести областях республики восстановлено 63 участка из 140 поврежденных паводковыми водами автомобильных дорог. Разрушено 7 мостов. На местах ведутся работы по укреплению дорог, установке предупреждающих знаков, организации альтернативного движения, восстановлению дорожного полотна, отмечается в сообщении. В настоящее время из 2417 потопленных домов, благодаря откачке и отводу талых вод от потопленных территорий, воды нет в 1831 доме. Только за последние сутки 575 домов освобождены от талой воды. Вместе с тем вода остается в 586 домах. В том числе в Акболинской области 44 дома в Карагандинской области, 541 – один дом в пригороде Петропавловска. В противопаводковых мероприятиях задействовано 6450 человек, 1736 единиц техники. Казахстан победил Украину в стартовом матче Чемпионата мира по хоккею в Кракове, сообщил корреспондент агентства. Игры проходят в группе А первого дивизиона. Подопечные Андрея Назарова не испытали серьезных проблем с соперником, сняв вопросы о победителе во втором периоде, когда забросили три шайбы. В дальнейшем казахстанцы немного расслабились и позволили оппонентам дважды сократить разницу в счете. Несмотря на это, победа осталась за нашей сборной с итоговым результатом 5-2. В составе казахстанской команды забивали Кевин Далмен, Леонид Метальников, Вадим Краснослободцев, Константин Руденко и Евгений Рымарев. У соперника голами отметились Дмитрий Неменко и Андрей Михнов. Следующую встречу сборная Казахстана проведет против Венгрии сегодня. Команды, занявшие первое и второе места в группе А, квалифицируются в высший дивизион. Это были все новости к данному часу. О развитии событий смотрите на нашем сайте www.riko.tv.kz Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова